Мир вам, дорогие мои братья и сестры! Мы продолжаем наши лекции по возвращению к Евангелию. Помолюсь, Бог Отец, спасибо Тебе, что и сегодня Ты даешь нам возможность мне говорить Евангелие, а тем, кто слушает, слушать. Господи, открой их сердца, открой их духовные уши и глаза, чтобы через Евангелие они увидели Тебя. Благослови нас, молим и просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Как же относятся к Евангелию наши братья, верующие? Многие верующие говорят, что они верят, но знают ли они по-настоящему Евангелие? Здесь слово «знали» означает не мотивацию, основанную на знании, по знании моей головой. Слово «знал» мы используем так, как если человек испытал, что он знает. Для примера, возьмем президент Америки. Многие люди, живущие в Америке, думают, что знают президента Америки. На чем основаны их знания? Они могут войти в интернет, узнать, когда он родился, семья, его будущее, его интересы, его программа. И еще, если по интернету вы можете читать какие-то детали из его жизни, узнать. Конечно, вы будете знать президента больше, чем обыкновенный американец. Но говорит ли это о том, что вы хорошо знаете президента? Для того, чтобы знать президента, для этого, ну, надо встретиться с ним, поговорить с ним и испытать его. Тогда вы можете сказать, что вы знаете президента. Проверить, увидеть, по-настоящему знаете ли вы Евангелие. Для этого можно задать вам парочку вопросов, на которые вы бы сейчас подумаете, как ответить. Первое. Разъясните, пожалуйста, Евангелие, как вы его знаете. Второй вопрос. Посмотрите в себя, какое изменение произошло в вашей жизни после того, как вы услышали Евангелие. Если вы говорите, что вы знаете Евангелие, то в вашей жизни обязательно должно произойти изменение. Действительно, возможно ли такое, что человек, он прилежно ходит в церковь, посещает церковь и даже учит других Евангелию, но сам по-настоящему не знает, что такое Евангелие. Не знает сущность Евангелия. Мы можем найти такого человека в Библии. Давайте откроем, пожалуйста, Деяния святых апостолов. Глава 18, с 24 по 26 стих. Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Ядова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его Акила и Престила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. По тексту Аполлос, он был иудей, он хорошо знал Писание, был образован и был красноречивым оратором. Аполлос изучал и был наставлен о путях Господних. Он учил о делах Иисуса других людей. Однако же этот человек Аполлос знал только о крещении Иоаннова. Он смело и выразительно проповедовал людям об Иисусе Христе, зная только крещение Иоаннова. Акила и Престила услышали, как он проповедовал и пригласили его и объяснили ему точнее путь Господень. И в Деяния святых апостолов, глава 18, 27, 28 стих, а когда он вознамеривался идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их, принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Аполлос держался за Писание и проповедовал иудеям, что Иисус есть Христос, и Он Спаситель, наш Мессия. Вот это честная проповедь об Иисусе Христе. Иудеи соглашались, но не совсем о том, что говорил им Аполлос. Они говорили, что Иисус Христос, Он был пророком. Однако они думали, что, иудеи думали, что это несправедливо говорить о том, что Иисус Христос, Он Мессия, Он Спаситель. Почему? Потому что они ждали другого Мессия, другого Спасителя. Они принимали Его только как пророка. Дорогие мои, факт, что Иисус Христос есть Мессия, это сердцевина Евангелия. Такими были ранние церкви. Причина, почему ранние церкви подвергались гонениям, почему их убивали, почему они подвергались гонениям, заключалась в том, что они говорили, что Иисус Мессия, Иисус Господь, Иисус Спаситель. Их гнали не потому, что они помогали бедным, исцеляли больных, а гнали потому, что они говорили, Иисус Господь, Иисус Спаситель. Иоанна, глава 5, с 39 по 40 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Так говорил Иисус иудеям, которые шли за Ним. Дорогие мои, люди изучают Библию, ходят на тренинг. Для чего? Для того, чтобы получить спасение. Ответ на это в Библии четко сказан, что Иисус Христос – это спасение. Но однако в 40 стихе сегодняшнем мы читаем, они не хотят прийти к Иисусу, чтобы получить спасение. Ибо Иисус Христос есть путь ко спасению. Что это означает? Когда мы изучаем Писание, там нет такого, что нужно платить цену. Изучение Библии дает нам знание и удовлетворение и преимущество. Но цена должна быть заплачена, дорогие мои братья и сестры. Цена должна быть заплачена чем? Тем, чтобы честно следовать за Иисусом. Евангелие от Луки, глава 9, в 23 стихе, ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Что это значит? Для того, чтобы знать Евангелие, нам необходимо встретить Иисуса. Для того, чтобы встретить Иисуса, вам и мне необходимо отвергнуть себя, поднять крест и следовать за Ним. Отвержение и следование за Иисусом, вот это означает верить в Него. Верить в Него как в Господа, а не как в джина из бутылки. Это есть причина, почему так много в мире экспортов, которые очень хорошо знают Библию. Очень хорошо, но так мало людей, которые честно следуют за Иисусом. Так много людей, которые ходят в церковь, изучают Библию, но все еще игнорируют Евангелие. И второе отношение к Библии верующих – это неуважение. Нет уважения по существу или ценности вещей. Нет уважения к Евангелию. Неуважение к Евангелию означает, ну вот, примерно то же самое, как думать, что это какой-то урок из Библии. Важный урок. Вот так относятся к Евангелию многие верующие. Что как будто бы вот это процесс получения спасения. Ну, чем больше ты знаешь Библию, тем ближе к спасению или даже спасенный. Чем больше ты слов из Библии знаешь и применяешь их. Они идут за этим и говорят, я верю, и мои проблемы разрешены. Если бы мы думали об Евангелии так, как оно достойно, по его ценности, мы бы, знаете что, испытали бы тогда в своей жизни чудесные дела, чудесные изменения. Это потому, что Евангелие, оно имеет силу. Оно имеет действительно много-много сил. Я расскажу вам такую историю про одного человека. Он был основателем одной из миссионерских объединений. И в одной из проповедей этот человек, он спрашивает у своих учеников. Вот человек, когда живет свою жизнь от его рождения до его смерти, да, он какую-то жизнь прожил. Ну вот представьте себе, что он жил, родился, а потом вот где-то в середине пути или, может быть, в начале он встретил Господа, встретил Иисуса. И он спрашивает у своих учеников, как вы думаете, вот человек, он родившийся и до того момента, как он встретил Иисуса, что ему больше всего нужно было в своей жизни? Ну ученики отвечают, да, ему нужно было Евангелие. А тогда он задает следующий вопрос. Ну а вот теперь, дальше, когда он уже принял Иисуса в сердце, как Господа и Спасителя, поверил, а теперь до его смерти, как вы думаете, что ему больше всего нужно в его жизни? Начали говорить разные ответы, приходить. От них говорили, что ему нужно ученичество или возрастание в вере. Потом надо ему было закончить семинарию. Другие говорят, что надо ему было пойти в миссионерство. Учитель, навигатор, он говорит. Если бы меня спросили вчера, я бы, наверное, тоже сказал, как и вы, что ему нужно ученичество. Но сегодня я скажу вам, что ему больше всего нужно Евангелие. Дорогие мои, Евангелие – это есть не просто какая-то теория, необходимая для получения спасения. Евангелие есть заключение, Евангелие есть вывод. Оно самое нужное, что нам нужно в христианской жизни. Все, в чем мы нуждаемся перед тем, как придет тот час, когда Господь придет сюда на нашу землю, нам нужно Евангелие. И третье отношение – равнодушие. Равнодушно относятся. Нету интереса к Евангелию. Мы никогда правильно не знали ценности Евангелия, не проявляли интереса по отношению к Евангелии. Почему? Потому что даже и у верующих существует очень много более интересных вещей в жизни, чем Евангелие, которые привлекают их внимание. Вещи в нашем окружении, которые, ну, кажется нам, что они важнее, намного важнее, чем Евангелие. И поэтому у нас такое равнодушное отношение к Евангелию. Давайте прочитаем Лука, глава 14, 16 по 20 стих. Он же сказал ему, Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, Идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. Дорогие мои, не правда ли, что вот наша жизнь похожа на то, что вот только что мы прочитали в Евангелии от Луки. Хотя Бог пригласил нас к Евангелию, но каково наше отношение? Каков наш ответ? Я больше люблю свой смарт-телефон, больше люблю моего бойфренда, и поэтому не могу прийти на это приглашение. Для меня лучше будет собраться в хороший колледж, чем Евангелие. Много других интересов, помимо Евангелия. Евангелие не самое ценное в жизни верующих. Оно уходит на второй план, оно второстепенное. Такое Евангелие, оно слабое. Равнодушное отношение многих верующих к Евангелии. На этом мы сегодня заканчиваем. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова